В связи с ТВ. Узнай новости первым. Снова в строю. Ветераны МВД собрались вместе. Ежегодный день ветерана проводит Кстовское отделение ведомства. По традиции начинается праздник с возложения цветов. Самым первым стражем порядка города Кстова. Их история собрана здесь, в Кстовском музее МВД. Пожелтевшие снимки, потертые одежды и даже мотоцикл ГАИ советских времен. Вместе ветераны листают старый фотоальбом и вспоминают, как начиналась новая история отдела внутренних дел в начале 90-х. На рынке такое здание, пайе, дежурная часть. Я в такой еще дежурной коробке. Да, да, вот дежурная часть. Я за этим пунктом поработал. А это уже настоящая полиция. Новая служебная техника. Ветеранам показывают современный грузовик для перевозки личного состава с бронированной кабиной. Как тут удержаться и не побывать внутри автомобиля. Конечно, очень приятно видеть, что государство заботится для личного состава. Условия созданы. Потом мы ездили на обыкновенных автобусах, на пазиках. В лучшем случае. Потом уже пошли газели. В этом ангаре современный катер. Очень удобно для участковых из глубинки. Там порой добраться по реке быстрее, чем по разбитой дороге. Ну и, конечно, мечта любого опера советских времен. Новая машина, которая не подведет в нужный момент. Конечно, качество техники. Что сейчас и что было, это как небо от земли отличается. Ломались часто автомобили или что? Головная боль. Особенно для меня, как зампотела была. Это как утром. Утро начинается, водители ко мне. А вот сейчас машина сломалась. А вот эта машина сломалась. Все водители. Вот-вот крутишься, ищешь возможность их отремонтировать. После смотра техники общий сбор. У входа в вахтовый зал редкие снимки. На них виновники праздника находят себя. Молодых, улыбчивых и энергичных. Правда, порох в пороховницах остался у пожилых в стражей порядке и сейчас. Ветеранов награждают за активное участие в стрельбах. В зрительном зале сегодня немало женщин. Тех, кто работал в следствии и комендатуре. Мина Дорофеева трудилась в уголовном розыске. Старшим оперуполномоченным. Преступников задерживала лично. Порой сбивала с толку женская красота и гражданское платье. А я выезжала на выск в гражданке. И вот он в окно открывает, посмотрел глазок. Ну, думает, женщина, открыл дверь. А после он, следователь, говорит, я не думал, что в милиции работают такие женщины. Сегодня и глаза горят оптимизмом. Дело жизни в руках молодых. Глядя на их лица, на их те же улыбки, те же глаза, просто хочется работать с новыми силами, хочется улыбаться, верить в наше светлое будущее. Благодаря им, на самом деле, сейчас есть система МВД, которая так или иначе работает. И просто хочется им выразить слова благодарности за то, что они сделали для нас. Служить честно и достойно. Именно этому ветераны учились 30-40 лет назад в школах милиции. Стоять на страже порядка, конечно, дело опасное. Говорят они, но добавляют, чтобы прожить счастливую жизнь. Не обязательно совершать подвиги. Главное, не делать подлостей. Евгений Мельников, Слизист ТВ.